Здравствуйте, это канал PS12 Review. Сегодня у нас распаковка пылесоса горения JVAC4. Внутри стелескопическая ручка с контролем мощности, все пластиковое, контроль мощности, тугой, как видите, можно включить. Охо включается. Включающийся механизм подъема щеток. Вот они только спереди, сзади резинка. Пластик кажется дешевым. Дальше, что у нас здесь? Инструкция по эксплуатации. Гарантийный талон. Щетка для мебели. Одежда, я не знаю, маленькая. Потом турбо-щетка. Еще вот такая вот щетка. Три внутри. Ну и плюс, конечно же, инструкция, рекламный буклет, гарантийка. Потом еще одна. И еще что-то. Такой бумагой проложен сам пылесос. Здесь у нас что идет дальше? Стальная. Очень хорошего качества. Можно нажать, вытянуть. Трубка для удлинения. Раз. Потом вторая трубка для удлинения. Сам пылесос. Как его вытянуть? Вот я его вытянул. И вот пылесос. Колесики. Вот колесики. Наклейка не приклеена. Давайте приклеим. А это поворачивающееся колесо. Пылесос с контейнером. 1600 Ватт написано. Здесь у нас 5-метровый кабель. Так заявлено. Как видите, здесь есть возможность очистки фильтра. Это очень хорошо. Можно промыть. Нажали, вытянули. Здесь тоже что-то можно открутить, наверное, разобрать для очистки. Ну и сам контейнер. Как видите, прозрачный, красивый. Здесь внутри что-то подобие системы Циклон для затягивания пыли. Давайте попробуем его открыть. Ага. Вытянули. Сам контейнер. Как видите, здесь фильтр для пыли съёмный. Его можно мыть легко. Он несколько слойный. Так. Раз. И два. Так. Сам контейнер. Так. Давайте подумаем, как его открыть. Написано Пуш. Ооо. Разобрали. Контейнер очень такой небольшой. Даже я бы сказал маленький. Сюда попадает пыль. Отбрасывается в эту сторону. Ну и соответственно, вот так открыли, высыпали. То есть, контейнер небольшой. Даже очень. Но ничего. Ничего. Что-то влезет. На одну уборку. Наверное. Здесь даже есть обозначение, что максимально влазит. И надо выбрать. Влазит. 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 Также, как можно видеть, здесь написано, для оптимального использования, используйте оригинальные фильтры фирмы Горени. То есть, этот фильтр, этот фильтр, он не вечный. Его можно купить другой. Очень странно. Хорошо. Собираем назад. И так. Как происходит сборка. Просто надели. Просто клацнули. И все. Очень все просто и легко. Но материал кажется не сильно надежным. Поэтому нужно быть очень осторожным. Так. Ставим фильтр. Назад. Здесь есть все обозначения. Поставили фильтр. Здесь он прорезиненный. Так. Теперь. Опускаем в контейнер. О. Все очень просто и легко. Ручка. Сейчас послушаем, как он звучит. Как видите, здесь изображение открыть, закрыть. То есть, все не так и просто. Как же это происходит? Вставили. Провернули. Не двигается. Как видите, здесь есть еще крепеж шланга. Шланг вставляется не полностью. Вот так вот только. Проворачиваем. Щелк. Услышали. Теперь надежно шланг не выпадет. Так. Мы видим здесь два удлинителя. Здесь прорезиненная часть. То есть, не выпадет. Или пластиковая, или резиновая. Вставляем. Вот. Все выглядит надежно. Если вам мало этой части, можно еще вставить. И получаем такой девайс. На кабеле есть указание. Желтый, наверное, предупреждают, что скоро кабель закончится. И красный обозначает, что кабель закончился. Вот такой вот звук пылесоса. Вот так вот громко работает. Но это не сильно и критично. Главное, что работает. Тянет очень хорошо. Так что, думаю, пылесос отличный. И недорогой. Цена его всего 51 доллар. Но девайс по виду, по ощущениям, очень хороший. Очень хорошо собран. Красивый, небольшой. Со съемным контейнером. Я думаю, покупка стоит того, чтобы ее сделать. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. До новых встреч.